Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее размышление я бы хотел начать с текста, записанного в Евангелии от Иоанна 15 главы, а именно 12 и 13 стихи. Написано так, «Сия же есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Христос призывает нас любить всех людей и подчеркивает, что высшая степень любви проявляется в готовности отдать душу свою за своего ближнего. Сам же Христос преодолел эту ступень, полагая душу свою за тех, кто его ненавидел и даже хотел убить. Также из Писания мы знаем, что истина любовь, которая рождает любовь человека к человеку, она происходит только от Бога. И это мы можем с вами прочитать в 1 послании Иоанна 4 главы 7 текст. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». И сейчас я бы хотел вам рассказать историю, которая произошла в Чикаго в 1920-1930-е годы. В эти годы фактически все Чикаго принадлежало одному известному мафиози Аль Капоне. Это был жестокий гангстер со шрамом на лице, который наполнил Чикаго контрабандой спиртного, проституцией и заказными убийствами. У него был адвокат по кличке «Славный Энди». Именно благодаря его талантам и маневренности Капоне в течение долгого времени избегал тюрьмы. За это он платил очень щедро, не только огромными деньгами, но и специальными дивидендами. Эдди и его семья жили в громаднейшем поместье, со слугами и со всеми возможными на тот момент удобствами. Поместье было настолько велико, что оно занимало целый городской квартал. Эдди жил, припеваючи, не придавая значения тем ужасам, которые творились у него под боком. И все же было у Эдди одно слабое место. Это его сын, которого он сильно любил. У сына было все. Одежда, машины и прекрасное образование. Эдди же, несмотря на все свои связи с мафией, он старался, чтобы мальчик отличал добро от зла. Он хотел, чтобы его сын был лучше, чем он сам. В этот момент «Славный Эдди» решил искупить все содеянное зло и тем самым подать добрый пример своему сыну. Он решил сдаться властям и рассказать миру правду об Аль Капоне. Для этого ему необходимо было дать в суде показания против мафии. И он знал, что это ему дорого обойдется. Все же он принял свое решение, он дал показания. Через год после этого он был убит. Но однако же он пожертвовал своей жизнью, чтобы подать достойный пример своему сыну. На что мы готовы ради наших ближних? Есть ли в нас вот та любовь от Бога, которая помогает нам любить людей больше, чем себя? Из Писания мы знаем, что наша любовь к людям зависит от того, насколько мы сильно любим Бога. Но как же проверить, насколько сильно мы любим Бога? В Евангелии от Иоанна 21.15 записан случай, все вы его помните, когда Христос спрашивает Петра, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вы знаете, этот вопрос был задан не только Петру, но этот вопрос Христос задает каждому из нас каждый день. Оно не обычными словами, а различными ситуациями, случающимися в нашей жизни. И в тех ситуациях испытывается наша любовь к Богу. В Евангелии от Иоанна 14.15 записано так, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Я бы хотел вспомнить несколько примеров того, как испытывалась любовь библейских героев к Богу. И все вы, конечно же, помните Адама и Еву, которые нарушили Божие повеление, не есть от дерева познания добра и зла, и впоследствии пытающихся переложить ответственность себя на кого-нибудь другого. В тот момент Бог спрашивал у них, «Любите ли вы меня?» Их ответы, конечно же, были положительными, но действия свидетельствовали совсем об обратном. Также можно вспомнить Авраама. Бог повелел ему пронести в жертву своего любимого сына Исаака. Это тоже был своего рода вопрос, «Любишь ли ты меня, Авраам?» И каков был ответ Авраама? Мы видим, что его слова и его действия, они подтвердили его искреннюю и глубокую любовь к Богу. Петру трижды был задан этот вопрос, когда перед распятием он находился во дворе первосвященника, наблюдая за тем, как Христа допрашивали. В тот момент он трижды утвердительно ответил, что он не любит своего Господа и Спасителя. Я вспомнил, как маленькие дети иногда соревнуются друг с другом, доказывая, что они любят папу или маму, бабушку или дедушку сильнее, чем его братик или сестричка. Так вот, мы похожи на этих детей, когда говорим, что любим Бога, но не задумываемся об ответственности, которую мы берем на себя, говоря эти слова. Я прочитаю одну цитату, и, возможно, вы увидите в ней себя. «Многие с ужасом удивляются, как иудейский народ отверг и распял Христа. Читая постыдную историю об этом, они думают, что любят его сильнее, и не отреклись бы, подобно Петру от своего Господа, и не распяли бы его, как то сделали иудеи». Обратите внимание. «Но Бог, читающий сердца, испытывает их любовь к Иисусу, которую они исповедуют на словах». Я бы хотел вам рассказать еще одну небольшую историю. Во время Второй мировой войны был один капитан, лейтенант Буч Ахара. Он был боевым летчиком. Однажды его эскадрилья вылетела на задание. Уже взлетев, а отлетев некоторое расстояние от авианосца, Буч обратил внимание, что в его баке недостаточно топлива для выполнения задания. Ему приказали вернуться, он направился назад к флоту. Он увидел эскадрилью боевых японских самолетов. Забыв о собственной безопасности, он атаковал их, используя все имеющиеся орудия. И до тех пор, пока все у него закончилось, затем он начал пытаться таранить самолеты, атакуя крылья и хвост. В итоге эскадрон противника решил развернуться и ушел в другом направлении. Буч Ахара вернулся, он дал соответствующий рапорт, и пленка, которая была на борту его самолета, подтвердила все, что он сказал. Мы, конечно, против войны и убийств, но вот в этой истории мы можем научиться храбрости и самопожертвованию этого молодого человека. Как вы думаете, что есть общего у этих двух историй? Вот этот Буч Ахара, летчик, который проявил самопожертвование, он был сыном того славного Эдди, который был адвокатом Аль Капоне. И тот, который пожертвовал своей жизнью, чтобы оставить достойный пример своему сыну. А что мы с вами готовы сделать? От чего мы готовы отказаться, чтобы подать достойный пример нашим братьям и сестрам? И, конечно же, я бы не хотел, чтобы мы забыли о самом главном примере в нашей жизни. Это о примере Христа. Смотрите, что написано в Евангелии от Иоанна 13, 15. «Ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал вам». А Христос, как мы знаем, полагал душу свою не только за друзей своих, но и за своих врагов. Пусть Бог поможет нам не на словах просто говорить, что мы готовы положить душу свою за наших друзей и готовы отдать свою жизнь за Бога. Но чтобы мы действительно своей жизнью, своим примером, отказывая себе в чем-то, были готовы подать добрый пример своим братьям и сестрам. И таким образом прославить Бога и показать свою любовь к Нему. Аминь.